В доме музея Ленина елочка особенная с игрушками, выполненными руками детей. Это итоговые работы участников конкурса «Рождество на ладошке». Детские конкурсные рисунки и поделки удивили своим творческим подходом. Как признались члены жюри, очень сложно было выбрать лучшие работы. В результате новогодняя елочка получилась очень оригинальной. На ней можно увидеть ангелочков, снеговиков, зайчиков, сани с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кстати, на елочке есть и самодельная игрушка учащихся гимназии номер 90 из Казани. Все участники конкурса проявили богатую фантазию и творческий подход, за что были отмечены сертификатами, а победители получили подарки от Ленинского мемориала. Наш конкурс расширил свои границы. И теперь, кроме конкурса на лучшие елочные украшения, мы открыли следующую номинацию – рисунки. И действительно, как талантливы наши дети. В этом году на конкурс было прислано более 100 рисунков и около 100 также различных поделок, композиций. На выставке за стеклом представлены экспонаты из фондового собрания Ленинского мемориала. Как говорит Татьяна Михайловна, традиция наряжать елку игрушками, которая сделана своими руками, появилась еще в семье Ульяновых. Дом музея Ленина возродил ее в 1940 году. Елочные игрушки, изготовленные в советский и постсоветский период, украсили вторую елочку, которая находится в мемориальной экспозиции Дома музея Ленина. Широко о конкурсе игрушек стало известно в 60-е и 80-е годы прошлого века. И к нам присылали игрушки из далекого Сахалина, с Ростова-на-Доно, конечно же, с Москвы и Ленинграда. И эта елочка была действительно большой радостью как для ульяновцев, так и для гостей нашего города. Увидеть новогодние игрушки Дома музея Ленина можно на выставке «Рождество на ладошке» и в мемориальной экспозиции. Уже в конце января они вновь переедут в фонды музея. Ирина Антонова, Данил Сурков, Уллправда ТВ